Добрый день! Сегодня у нас краткий обзор рекурсивных арбалетов, два из которых достаточно давно продаются на российском рынке, один относительно недавно, это новинка. Первые два варианта это продукция компании Poylang, арбалет Jaguar, он же иногда бывает в продаже под названием Scorpion, второй это арбалет продукции Monkong MK175 и собственно третий вариант это относительно новинка на рынке, недавно появился, это арбалет компании Monkong MKXB23. Арбалеты имеют одинаковый размер, одинаковое усиленное натяжение, в общем практически они идентичны и в ролике мы попробуем сейчас протестировать, какие у арбалетов есть возможности, какие преимущества и недостатки. Итак, Monkong Jaguar, он же Scorpion, отличная модель, хорошо себя зарекомендовала, то есть крайне мало претензий по качеству к арбалету было за то время, пока мы продавали это. Чем хорош арбалет? У него пластиковый приклад, пластиковое цевьё, металлическая направляющая из алюминия, замок с автоматическим предохранителем, в полную комплектацию также входит коллиматор, кивер, ремень для переноски и там несколько стрел, 2 или 3, не помню точно. Ну значит о недостатках, наверное их нет, единственное что просто здесь вот не очень удобный кивер, то есть его крепится на саморезах, есть пластиковая штука и не совсем удобно ставится, но это мелочь, на которую можно не обращать внимание. В целом арбалет хороший и качественный. Замер скорости мы сделаем чуть попозже, я сейчас расскажу о арбалете МК-175. Ну как вы заметили, это уже точно близнецы и братья, они абсолютно похожи, отливались по одной форме. У МК-175 точно такой же пластиковый приклад, направляющая из алюминия, цевьё тоже пластиковое, в полную комплектацию также входит коллиматорный прицел с тремя точками с подсветкой. Кивер точно такой же, отличается цевьё, ой, не цевьё, а стремя для арбалета. Тут видите, оно имеет несколько другой профиль, ну более жёсткий, наверное. У цевья есть защита для пальцев, то есть пальцы никогда не попадут под тетиву во время выстрела, ну и есть небольшое отличие в замке, то есть замок с автоматическим предохранителем, но у замка ещё есть и защита от холостого выстрела, то есть без стрелы выстрел не произойдёт, то есть вы просто не сможете снять с предохранителя. Вот, собственно, основные отличия. Ну и новинка. Арбалет компании «Монконг» МК-XB23. Всё то же самое, только у арбалета облегчённый приклад, цевьё точно также здесь сделано с защитой для пальцев, замок с автоматическим предохранителем и с защитой от холостого выстрела. У арбалета есть ещё кивер. Кивер имеет чуть-чуть другую конструкцию, но сам по себе кивер чуть более качественный. Ну и плюс ещё, может быть, это для кого-то будет преимуществом, то что стрелы крепятся параллельно арбалету и во время стрельбы, то есть можно легко вытащить и перезарядить. Это несколько удобней. Ну и, в общем, по большому счёту он отличается только конфигурацией. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы измерим габариты арбалетов. Но они, сразу говорю, практически все одинаковые, по длине и по ширине, то есть если это арбалет Скорпион от компании Манкунг, его длина ровно 90 сантиметров, а сумка 175, ну на самом деле 88, но здесь просто более компактная стреля, поэтому он на 2 сантиметра короче. Ну и арбалет МК XB23 85 сантиметров, полная длина, то есть плечи по ширине здесь 67 сантиметров, 67 сантиметров и 67 сантиметров. Всё одинаково практически. Ну и можно на следующем этапе произвести выстрелы, посмотреть, какую выдают арбалета скорость вначале. Вот. Ну и сейчас мы будем производить замер скорости, то есть, ну, первый у нас, как всегда, арбалет Скорпион. Стрелять будем алюминиевой стрелой, длина 16 дюймов, масса 400 грамм. Стрела будет у нас одна для частоты эксперимента. Так. Хронограф у нас тут есть на этот случай. Снимаем с предохранителя и производим выстрел. Так. Хронограф у нас показал 167 футов в секунду. Заряжаем арбалет МК-75. Это близнец. Обнуляем хронограф. Снимаем с предохранителя и производим выстрел. Так. Хронограф показывает 179 футов в секунду. Ну и в завершении МК-XB-23. Так. Снимаем с предохранителя. Обнуляем хронограф и производим выстрел. 184. Ну и чтобы не было кривотолков, то есть плечи у арбалетов имеют одно и то же усилие натяжения. То есть точно. Чтобы не говорили, что мы что-то подкручивали. То есть расстояние от тетивы до плеча ровно 9 см. Здесь у нас точно так же 9 см. И здесь точно так же 9 см. Ну чуть меньше. 8 и 7 см. То есть тут натянута чуть меньше получается. 3 мм. Вот. Ну и что еще можно добавить? Можно их взвесить еще. То есть чем они отличаются там по массе. Так. Это у нас скорпион, он же Ягуар. Масса арбалета 3 килограмма 90 грамм. Так. Как раз в комплектации. Второй у нас МК-75. Наверное будет то же самое. Они брезницы. Нет. 3 килограмма 125 грамм. Чуть тяжелее. Не знаю за счет чего. Вероятно есть какие-то отличия. Может быть с тремя кстати. И МК-XB23. Ну вот собственно он у нас показывает 2,755. Похоже это самый легкий из трех вариантов. Ну за счет приклада облегченная конструкция. Вот. И что хочется добавить. Значит ценовая категория какая. У них в принципе цена не отличается. Но значительно не отличается. То есть у нас арбалет Скорпион на рынке стоит 10 800. МК-175 стоит 10 200 если не ошибаюсь. И МК-23 стоит 11 800. То есть этот вариант стоит дороже на 1000 чем арбалет Скорпион. Ну видимо какие-то отличия есть. За что есть. Есть ли смысл платить лишнюю тысячу. Ну наверное есть. То есть это кивер какой-то и замок чуть отличается. Ну кстати здесь замок точно такой же защиты от холостого. Но в целом арбалет стоит пока дешевле чем арбалет Скорпион. Вам решать. Приходите, смотрите, пробуйте, выбирайте, стреляйте. С вами была компания Булмастер. Всего доброго. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok